Уважаемые коллеги, доброе утро. Просим извинения за небольшую задержку. Мы рады вас приветствовать на пресс-конференции на тему «Инвестиционный климат России и Китая. Международное партнерство». Сегодня в нашем пресс-центре о форуме, который пройдет в Пекине с 10 по 12 ноября этого года, а также о первом в истории современного Китая турнире по смешанному единоборству М1 «Челлендж битвы в Поднебесной» расскажут. Президент международной консалтинговой компании «Карат Пекин» Константин Бунин, президент компании «М1 Глобал» Вадим Фелькенштейн, российские борцы ММА и М1 Глобал Сергей Харитонов и Павел Ветрук, а также тренер по ММА, тренер клуба Александр Невский Эдуард Широбоков. Я готова предоставить вступительное слово Константину Бунину. Константин, расскажите, пожалуйста, немного об идее организации форума, его целях, задачах. В прошлом году наша компания, компания «Карат» участвовала в международной выставке, которая проходила в Пекине. Это была ювелирная выставка. Мы представляли продукцию с России. Это нефрит, золото, бриллианты и также изделия из янтаря. После этой выставки родилась идея о проведении международного экономического форума на территории Пекина. Это предложение поступило нам от китайской стороны. Нас пригласили в ЦК Компартии и там предложили сделать подобное мероприятие. Сначала это мероприятие было узконаправлено, именно направлено на драгоценные камни, драгоценные металлы. Но по мере обсуждения в разных организациях этот форум вызвал очень большой резонанс, очень большой интерес. Так как очень много китайских компаний, китайских корпораций на сегодняшний день хотят зайти на российский рынок. В разговорах, в переговорах мы увидели одну интересную такую, что хотелось бы отметить, что все началось после Олимпиады. Олимпиада, которая прошла у нас в городе Сочи. То есть, когда на открытии Олимпиады все увидели, что с нашим президентом рядом сидит китайский лидер, это в принципе для них, для самих китайцев было как, что давайте, ребята, давайте работать с Россией. И это все подчеркивали китайские крупные бизнесмены, что теперь нужно работать с Россией. И этот форум на сегодняшний день вырос такой международный экономический, на котором будет присутствовать несколько лидеров, субъектов Российской Федерации. Крупнейшие корпорации Китая, крупнейшие государственные биржи финансовых активов участвуют в форуме. Золотая биржа, участвует ассоциация инвесторов Китая, это государственная компания. Участвует государственная компания по реформам и развитиям. И с российской стороны тоже на сегодняшний день едет серьезная команда бизнесменов, серьезная команда даже политиков, которые хотят участвовать в этом форуме. В принципе, на базе этого форума мы решили провести также спортивную организацию боев по смешанным единоборствам. То есть, если форум будет начинаться, кстати, хотел сразу сегодня заявить, об этом еще никто не знает, в связи с проведением саммита ОТЭС, который совпал с нашим проведением форума 10, 11, 12 ноября, буквально 4 дня назад стало известно, что подтверждение дал и американский лидер на участие в форуме, хотя это было еще под вопросом до последнего дня. И китайское руководство на сегодняшний день ввело беспрецедентные меры по безопасности. То есть, включен такой режим антиртеррор, что впервые в Китае на 5 дней объявлено выходными. Такого еще не было. 5 дней все люди будут сидеть по домам. Рабочие дни отменились. С 7 по 12 объявлено выходными. Все машины, которые не с пекинскими номерами, запрещено въезд в столицу. Даже такой пример. 6 лет подряд, в 10-11 числах, проводилась в Пекине выставка сельхозпродукции. Именно выставка, которую возглавлял министр сельского хозяйства Китая. То есть, ему даже запретили. И до сегодняшнего дня, мы не знали, мы висели на волоске. Мы все-таки надеялись, что нам разрешат собрать стадион. Все-таки мы еще 2 месяца назад сняли стадион олимпийский, где проводилась олимпиада по баскетболу. Но сегодня стало известно, что мероприятия Международный экономический форум и бои перенесены 24, 25, 26 ноября. И бои по смешанным доборствам будут проходить именно 25 ноября. То есть, вот то, что мы узнали сегодня. В принципе, если по форуму все, что я хотел сказать, в принципе, вот, рассказал. Спасибо большое. Об особенностях организации боя в Китае расскажет Вадим Фелькенштейн. Вадим, пожалуйста, Вам слово. – Добрый день. Для нас, конечно, большая честь проводить первое соревнование такого уровня именно в Китае. Это, конечно, случилось благодаря компании «Карат». Они получили официальное разрешение от китайского правительства на проведение именно соревнования по ММА, по Mixed Martial Arts. Такого в Китае еще не было. Как бы Китай немножко вообще такая закрытая, как бы, страна. И так просто там, ну, какие-то бед согласования, как бы, партии, коммунистической партии. Такого нельзя просто взять и прийти и провести там. Компания «Карат» долго работала над этим, получила разрешение. И мы замахнулись, конечно, на большую арену, очень олимпийский стадион. Мы знаем, что Китай вообще любит единоборство. В их культуре это в Ушу. И вообще все азиатские страны, как бы, очень любят смешанное единоборство. Мы это знаем по Японии, по Корее, по всем странам. Потому что многие, вот Сергей Харитонов, Федор Емельяненко и многие ребята, наверное, неоднократно, может быть, там, десятки раз там были. Не в Китае, а там в Японии, Корее. Поэтому для нас это большая честь. Что скажу, мы постарались собрать одних из лучших бойцов на сегодняшний день, которые выступают в М1, работают с М1. У нас, конечно, есть тоже вот еще один такой момент, что у нас должен был запланирован был Сергей Харитонова и Сатоши Ишии. Тоже стало пару дней назад известно, что Сатоши Ишии травмировался. У него трещина ребра, что ли, он нам прислал подтверждение, медицинское подтверждение. Сейчас мы ищем замену. Для Сергея, я думаю, что это будет достойная замена. Но у нас еще будет несколько таких ярких боев. Титульный бой за звание чемпиона мира по версии М1 между Тебура и Смолдарев. Многие питерские, особенно болельщики, знают Смолдарева и Тебура. Они выступали здесь неоднократно на наших аренах. Тебура является сегодня действующим чемпионом мира в тяжелом весе. И они будут оспаривать, то есть Смолдарев претендент. Еще будет бой тяжеловесов Константина Глухова с польским атлетом Гробовским. И, наверное, один из ярких боев, наверное, для Китая будет являться бой между трехкратным чемпионом мира по ушу Санда. Именно по ушу Санда, именно это китайский вид спорта, вы знаете. Трехкратный чемпион Салихов. Оппонента я сейчас не могу сказать, но это, наверное, американский атлет. Мы сейчас подбираем, потому что еще месяц времени у нас. Но это очень яркая фигура для Китая, потому что его называют король Санда. Быть трехкратным чемпионом мира, сами понимаете, по их версии, именно не Китая, а всего мира. Это очень яркий боец для Китая. Он выступает тоже у нас, уже провел несколько боев. По ММА у него всего, по-моему, четыре боя-единка, из которых он три одержал победы, одно поражение. Надеюсь, он покажет там красивый бой. Будут использованы китайские атлеты. ММА там существует. Оно как бы только начинает свое развитие. Но только начинает свое развитие, но оно уже, как сказать, имеет своих фанатов. И мы надеемся, что в Китай мы сможем прийти с хорошей организацией, с хорошими боями. Притом, планы у нас долгосрочные. У нас подписан контракт с компанией «Карат» на 10 лет. И эти события ежегодные. То есть, возможно, их будет больше, но пока мы запланировали каждый год. Вот где-то в ноябре месяце проводить ежегодное такое большое событие. Будет прямая трансляция на телеканале «Россия-2». Значит, Дмитрий Губерниев будет вести студию прямо оттуда, из Китая. Он согласился принять участие там в нашем и форуме, и в этом соревновании. Так что где-то в 3 часа дня по российскому времени мы сможем здесь наблюдать прямую трансляцию из Китая. Вот этих всех наших поединков. Вот немножко так вот о нашем мероприятии. Конечно, немножко такой фокс-мажор получился, что нам пришлось перенести это соревнование. Но, к сожалению, это от нас не зависит. И вот 24-го, 25-го и 26-го состоится форум и соревнование в Пекине. В той же арене. Все то же самое, только на 2 недели позже. Все, спасибо. Коллеги, у нас подготовлен небольшой промо-ролик турнира. Прошу Вашего внимания на экраны. М-1 Global presents the greatest card of 2014. Former heavyweight champion, Damian Grabowski, versus Europe's most vicious striker, Costa Gluha. Co-made event featuring the M-1 Challenge Heavyweight Championship. Young phenom, Didi Smaldery, versus champion Monderkin, Marcin Tiborov. And in the main event of the evening, battle of heavyweight legends. Sergei Haritona, versus Satoshi Ishii. Also back in Beijing, the king of Mushu Sanda, Muslim Salikon. And much more on M-1 Challenge 53, the battle in Celestial Empire. Don't miss the first mega MMA event in China. November 11, Beijing MasterCard Center. Sponsored by Karat. Live on M1 Global TV. Также у нас в президиуме сегодня, напоминаю, присутствует трехкратный чемпион России по рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, двукратный чемпион мира по универсальному бою Сергей Харитонов, трехкратный чемпион Санкт-Петербурга по тайскому боксу, чемпион России по УКАДу Павел Ветрук и его тренер Эдуард Шарабоков. Господа, есть ли вам что добавить к нашей презентации сегодняшней? Я думаю, мы ответим на вопросы. В таком случае переходим к вопросам. Уважаемые коллеги, я напоминаю свою просьбу вопросы задавать в микрофонах, расположенных на стойках, и, пожалуйста, представляйтесь. Господа, вопросы. Спасибо. Спасибо. Медиапроект – великая эпоха. Прежде всего, мне было интересно самой видеть такое соединение, необыкновенное, так сказать, карата, которое измеряет тонкую материю, да, и соревнования живого веса. Ну а по-серьезному так, организаторам форума, есть ли уже какие-то проекты, которые вас заинтересовали? Вы глубоко уже знакомы, конечно, с участниками. И есть ли у организатора форума идеи поддерживать так вместе какие-то интересные проекты? Знаете, спасибо за вопрос. Сама организация форума подразумевает под собой участие со стороны российских предпринимателей более 80 проектов. Эти проекты уже представлены, переведены на китайский язык и представлены в ассоциацию инвесторов именно Китая. Сам форум после пленарной части будет разбит на 4 подфорума, где будет обсуждаться первое – это банковский сектор, биржа финансовых активов в Пекинске, это государственная биржа, которая единственный учредитель, это Центробанк Китая. Они пригласили наших банкиров для, они сказали одну четкую фразу – для сведения валютных коридоров. И постоянно в переговорах, на сегодняшний день мы встречались три раза с президентом этой биржи, всегда были два слова – рубль и юани. Рубль и юани. То есть одно из направлений в переговорном процессе у нас едет на форум наш государственный банк – это Россельхозбанк. Также на форум едет банк, ваш личный банк – небольшой средний банк, но он как раз нам такой и нужен. И якутский Алмазбанк. То есть три банка будут присутствовать. Не стали больше приглашать, мы сами не стали больше. Звать на этот форум достаточно на первый раз. Дальше будет обсуждаться, конечно, будет спортивная тема на форуме обсуждаться. То есть на форуме будет присутствовать президент всеолимпийского комитета Жоэль Бузу. То есть этот человек легендарный, который сегодня является советником принца Альберта, это человек, который живет сегодня в Монако. Мы с ним встречались где-то месяц назад, и он подтвердил участие в своем форуме. То есть как в подфоруме спортивного направления. Там будет с российской стороны участвовать президент всеобщества глухонемых, Рухлядев. Он будет проводить в феврале месяце, в следующем году, Олимпиаду среди глухих в Ханты-Мансийске. Кто-нибудь об этом знает? Никто не знает, и никто не слышал, что у нас в России будет Олимпиада среди глухих, где будет участвовать более 30 стран. Он хочет представить этот проект на форуме. То есть со стороны китайской делегация на форуме будет это спорткомитет Китая, это Олимпийский комитет Китая и Государственный институт УШУ, который у них полностью регламентирует все спортивные состязания на территории Китая. Следующий подфорум будет, это, конечно, сельхознаправление, сельхозхозяйство. То есть со стороны России, с российской стороны, будет участвовать много компаний, которые представляют сельхознаправление, проекты по сельскому хозяйству. Потому что не секрет, что в Китае на сегодняшний день большая беда, у них почва уже убитая вся, да? Почва убитая вся именно химией. Они ищут выходы, где можно выращивать экологически чистый продукт. У них тоже постоянно сейчас начинает звучать в Китае экологически чистый продукт. Также на форуме будет направление, это, конечно, одно из сильных направлений, это строительство. В Китае на сегодняшний день, как сами китайцы говорят, у них лопнул строительный пузырь, и многие китайские компании ищут выхода за рубеж. Вообще весь Китай ищет выхода за рубеж. Они когда узнали, что трансляция боев будет на 100 стран мира, контракт у Вадима Фейкельштейна, они из-за этого сказали, ребята, не обсуждается. Мы готовы участвовать, мы готовы участвовать и создавать федерацию Китая по ММА. То есть такой живой интерес у них вызвал тем, что сегодня World MMA, в организацию, в которой Вадим Фейкельштейн является президентом, входит более 40 стран. 48 стран мира. Когда услышали китайцы про это, они говорят, так мы у себя давайте организуем и тоже войдем в эту большую семью мировую. То есть Китая очень стоит острый вопрос сегодня, выход за территорию своей страны. И строительство, знаете, по строительству китайцы не дождались начала форума. И у нас неделю назад прилетела делегация из 8 китайцев. Это государственная строительная компания, это бизнес-клуб крупнейший в Пекине, куда входит более 17 тысяч предприятий, причем очень таких сильных корпораций мировых, ну китайских я имею в виду, не мировых. Они уже прилетели к нам в Россию. Они когда увидели проекты по строительству, они сначала прилетели в Пекин, Якутия, они три дня сейчас пробыли в Якутии, подписали три соглашения, или вышли на подписание трех соглашений. Это разработка нефтяного месторождения ближе к северу. Это подписание по сельхозхозяйству и по строительству. Позавчера они прилетели в Москву, делегации Китая, и тоже то, что они увидели в Москве, перспективы по строительству, конечно, их огромные, которые микрорайоны, им были предложены у нас в Москве. Вчера они улетели в Ингушетию уже. Сегодня они у Юнсбека Евкурова, он их вчера встретил, и сегодня уже собрал министров для обсуждения, для проекта, для совместных проектов. Китайцам очень интересна чистая экологическая земля, которая на Кавказе, чернозем кавказский. Они говорят, ребята, если вот нам дадут возможность, да мы вот этими теплицами по выращиванию овощей, мы, говорит, всю республику ее застроим, она будет, и сегодня в свете вот то, что говорят импортозамещение, да, то, что должна страна выходить на импортозамещение. Они говорят, мы, у вас будет урожай, конечно, во много-много раз. И когда китайцы, вчера, я просто, мне сегодня докладывали, как проходят переговоры китайцы, вот мы сейчас с теплицами все застроим и будем ввозить в Пекин свежие, чистые овощи. И им говорят, а зачем Пекин? Вот Москва, в Москве дороже ценов в два раза, чем в Пекине. Они говорят, да вы что, все тогда, все в Москву повезем. В общем, ну да, интересно такие китайцы. В общем, вот форум подразумевает под собой вот такой вот подготовленный проект. То есть не просто собрались все, попили чаю и разошлись. А именно мы ждем от форума подписания соглашения уже, сотрудничества каких-то проектов. Вот что такое форум. Ну и почему мы совместились с боями, конечно. Понятно, что бои будут показываны не то, что на 100 стран мира, да, они будут показываться и по первому центральному каналу Китая, спорт 5. А это, конечно, всем другая аудитория уже. Это уже, я думаю, где-то, как китайцы сами говорят, это миллиард домов, то есть просмотров центрального канала. Для нас, конечно, такие цифры. Вадим, когда я услышал, я так со стороны наблюдал, он миллиард, у него так чуть-чуть глаза, так раз маленько увеличились. Он говорит, у нас считается, если 20 миллионов, успешно уже дать трансляцию. Нет, но у нас Россия, по-моему, 70 миллионов. 70 миллионов, да. Ну, к миллиарду близко не подходит. Ну, в общем, вот все, что мы хотим сделать, планируем сделать. Спасибо. Следующий вопрос. Юлия Олещенко, корреспондент телекомпании НТВ. Мне бы хотелось задать вопрос, собственно, вот спортсменам, то есть людям, которым предстоит выходить, ну, показывать вот это спортивное шоу. На самом деле, вот форум, понятно, что это политика, экономическая, но политика, да, и вы сами говорили, что тогда прибудут политики, это некие партнерские отношения. При этом вот такое спортивное событие, которое имеет свою драматургию, свои правила, и, в общем, этот бой, он действительно в хорошем смысле это такое противостояние открытое и вполне себе агрессивное. Вот, господа спортсмены, они будут учитывать как-то вот политические мотивы? Все-таки не у себя дома, и все-таки это на фоне каких-то вот партнерских в целом отношений. Не повлияет ли это как-то на спортивный, вот эти, спортивный процесс? Ну, давайте, я начну, наверное, да? Давайте, давайте. Что хочу сказать от себя, да, спасибо Константину Бунину, спасибо Вадиму Фельдштейну, что действительно организовали такое мероприятие, такие бои. Мы в политику спортсмены особо как бы не лезем, да, но я думаю, это будет яркое, громкое событие, я думаю, привлечет внимание и молодежи, и также будет интересно самим китайцам действительно посмотреть, и правильно, как вот сказали, что Константин и Вадим, что это будет, трансляция будет на 100 стран мира, то есть привлечет внимание большого количества людей. От себя что хочу сказать, что подготовимся максимально, покажем результат, и как спортсмены приложим все для победы. Спасибо. То есть в любом случае поддаваться нельзя, вот даже из каких-то дипломатических соображений. Да. Ну, просто если приехать и всех разбить, это не окажет какое-то влияние на дальнейшие там взаимоотношения, уже не спортивные. Уровень спортсменов будет очень серьезный, так что просто не будет, легко не будет. Как и в жизни, будем преодолевать трудности, что, повторяю, да, покажем все, на что способны. Я хочу еще добавить, дело в том, что в основном, основная карта, которая будет транслироваться на более 100 стран мира, она, там, наверное, будет один только китайский боец, потому что сегодня мы идем в Китай, но у китайцев еще нет такого уровня спортсменов, который сегодня имеется, ну, в мире. Там будут участвовать где-то три китайских спортсмена, они достаточно опытные, они выступали, кто-то в Гонконге, кто-то выступал за пределами Китая, кто-то в Китае, то есть есть реальный опыт, ну, просто их не так много сегодня, потому что этот немножко такой спорт, который не показывался на китайском телевидении, и, не знаю, знаете ли, нет, там в Китае нет Ютуба, нету Фейсбука, поэтому такая информация немножко, такая была не предоставлена, вот на сегодняшний день, поэтому китайцы будут сегодня, наверное, это будет больше презентация таких вот, такого вида спорта, и я думаю, что на следующий год, через год-два, конечно, это большой пример, у них появятся атлеты, я имею в виду, что их больше появится, и тогда, конечно, будет противостояние такое серьезное, сегодня просто вот еще нету такого, но эти три бойца, они, кстати, с ними, по-моему, по программе, по-моему, один из китайских бойцов будет бороться с спортсменом из Казахстана, один, кстати, спортсмен из Ингушетии, поэтому, ну, будет какое-то вот противостояние, будем болеть, но соперники подобраны, как бы, одинакового уровня, с одинаковым, примерно, количеством боев, чтобы, как сказать, шансов 50 на 50 у всех. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? Прошу вас. Тима Кольцова, Советский спортсмен в Петербурге. У меня вопрос к Вадиму Финкельштейну. В этом году прошло достаточное количество соревнований по МММ в Петербурге. Когда М1 Global планирует провести следующий турнир в Северной столице? Спасибо. Ну, мы уже находимся под конец года. На самом деле, я планирую еще провести одно соревнование в Санкт-Петербурге. Наверное, это будет где-то 12-13 декабря. Главный бой я пока не могу назвать, потому что сейчас в работе. Это будет десятое событие в этом году. В принципе, мы идем по плану, как и планировали. На следующий год мы планируем провести 12 событий и, в принципе, немножко расширить границы. То есть, эти события будут проходить не только в России, а вот в Казахстан, Китай, Чехословакия, возможно, Грузия. И вот, возможно, что с компанией «Карат» мы еще пытаемся получить разрешение на проведение мероприятия в Монако, где-то на мае, июле, мае или лето. Поэтому я планирую в этом году, на следующий год, 12 событий. Но в Санкт-Петербурге, я думаю, что декабрь месяц, вот приблизительно 12-13 числа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...